Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, в котором продолжает оставаться вечная интрига, которая говорит о наших взаимоотношениях с Богом, а также говорит о нашей будущности, о нашей цене за эту будущность и тех условиях, которые нам необходимо выполнить. Иван для Матфея, глава 5, стихи 45-48 «Да будите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть запредельные условия, запредельная цель, которую невозможно достичь человеческими возможностями. Но, однако, чтобы исследовать пути, ведущие нас к такому совершенству, которое присуще только нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. И для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака, управителем дома Авраамова. Авраамова. Бытие 24, 40, 41. Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. То есть, это продолжение, возможно, той проповеди, которая началась сразу после воскресения Христа, призванной к совершенству. Он призывает нас к этому совершенству, воскресением Иисуса Христа. Мы с вами отметили, что Елизер из Дамаска, дома управителя Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды людей, которые соответствуют Ему, отделить избранных в лице невесты Агнца. Мы отметили, что когда имя Елизер употребляется как существительное, то оно означает «Мой Бог помощь», но когда оно употребляется как глагол, то оно означает «Выпрямлять», «Исправлять», «Утешать», «Восстанавливать», «Отстраивать». Что полностью указывает на свойства, роль и назначение Святого Духа в отношениях с Божьим народом. Прообраз же ангела, который призван был благоустроить путь для Елизера, чтобы он мог определить и избрать невесту для Исаака, это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух призван Небесным Отцом определять и избирать невесту для Сына Своего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и Творцом, которого является сам Бог, а не человек, в котором Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые приняли того человека, как приняла его Ревека, которую Бог послал в их жизнь учителям, чтобы привести их к жениху, которые заплатили цену за право учиться, в силу чего облеклись в достоинство учеников Христовых. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они могли бы научиться пребывать в Слове Божьем и во Святом Духе, Иисус перед тем, как предать самого себя на смерть, вознес перед Своим Небесным Отцом такое ходатайство. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». А посему, чтобы сработать с истинной указующей путь Господу, как к своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, связанные с взаимоотношением Елеизера с Ревекой на пути в Месопотамию, родину Авраама. И в этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлено как идентификация, то есть определение самой невесты, ее характеристик, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты, которое произошло вечером, то есть это начало ночи. Далее это образ девицы, черпающей воду из источника вечером, начало ночи. Далее это девица, дающая по просьбе пить из своего кувшина. В-четвертых, это девица, получившая от Елизера золотую сергу и два золотых запястья. Далее это девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Далее откровение девицы о своем избрании в невесты. Именно там, на ночлеге, она получает, когда она приняла Елизера в лице Святого Духа, она получает откровение от него, что она является избранницей Бога для его сына, то есть для сына Аврамова или же для Отца Небесного, для сына Небесного Отца. Далее девица, получившая серебряные, золотые вещи и одежду. Далее девица, дающая согласие и оставить свой народ и свой дом. Далее путь невесты из Месопотамии в Берлахай-Рои. Это полуденная страна в Палестине, в Кананской земле. Далее встреча с женихом в Берлахай-Рои вечером. Далее невеста сходит с верблюдо и покрывает себя покрывалом невесты. Это покрывало невесты, это не покрывало блудницы. Есть покрывало блудницы, поэтому покрывало раньше определяли блудницу. Вы помните, когда покрыла свое лицо невестка Иуда для того, чтобы не узнать ее покрывалом блудницы. Поэтому покрывало люди могли определять, что ее можно купить. Но было покрывало невесты, которая одевалась только на момент брачного пира или же на момент встречи с женихом. Только на тот момент встречи с женихом. У евреев есть такой обычай. Девица, невеста, выходит к жениху, она покрытая очень красивой вуалью прозрачной, просвечивается лицо украшения невесты, и когда она подходит к жениху, он снимает с нее это покрывало. То есть показывая красоту ее, смотря на нее, сам любуясь и всем окружающим. Мы будем говорить об этом подробно. Это не то покрывало, которое сегодня люди полагают, что это какая-то причудливая шляпка или же какая-то косыночка. Это совершенно не то. Но об этом мы поговорим позже. Мы с вами уже рассмотрели в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и Мера нашей веры, шесть составляющих, которые определяют или же идентифицируют как невесту Агнца в лице человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, так и шесть составляющих, которые обуславливают путь этого человека к Богу, как к своему жениху. И остановились на седьмой составляющей. Это образ девицы, которая в лице Ревеки принимает от Елизера вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь, направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, «От Господа пришло это дело». Они понимали, что произошло нечто сверхъестественное, в котором участвует Бог, которому нельзя перечить, нельзя спорить. И они говорят, «Мы увидели, когда он объяснил, что произошло и как это произошло, мы увидели, что от Господа пришло это дело. И мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот, Ревека, пред тобою, возни и пойди, пусть она будет женою сыну, господина твоего, как сказал Господь». «Когда раб Аврамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеки. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Но под этими подарками не указывается золотые вещи, серебряные вещи и одежды, просто богатые подарки. Далее мы отметили, что под тремя определениями, означенными в серебряных вещах, в золотых вещах и в одеждах, символизируется образ обетований, заключенный в трех форматах, без реализации и с работы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет абсолютно невозможным. То есть она получила эти предметы, эти вещи для того, чтобы эти вещи могли способствовать ей, были помощью для него на пути к Иса. Далее мы сделали ударение, что обретение этих трех форматов обетований произошло во время ночи, когда по просьбе Елизера он был принят на ночлег в доме родителей Ревеки. Это образ, как мы разбирали ранее, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, могла принять Святого Духа в предмете Его ночи для пребывания в нашей ночи. бездна бездну, то есть призывает в ночи, происходит, то есть ночью бездна бездну призывает в ночи. День дню открывает речь, и ночь ночи, то есть ночь ночи открывает знание, а день дню передает речь. То есть когда наше сердце способно воспринимать голос Святого Духа, это означает образ ночи в нашем сердце. Именно тогда, когда это происходит, в Откровении написано, Откровение 3, 20-22, когда сердце готово к тому, чтобы принять Иисуса в лице Святого Духа, в свое сердце. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я творит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышит, или даст слышать, что Дух говорит церквам. То есть эта мысль, эта проповедь только для тех, кто имеет ухо слышать. Согласно условиям, выдвинутым для принятия Божественной ночи в свою ночь, необходимо отвечать в своем сердце требованиям победителя древнего змея. Исполнение этих требований как раз и дает способность слышать в своем сердце голос Святого Духа. Сама же способность слышать в своем сердце голос Святого Духа определяется состоянием доброго сердца, облеченного смирением перед волей Божией, которое своими свойствами соответствует смирению, присущему смирению Сына Божьего. Это не то, когда нас кто-то смиряет, а когда мы сами смиряем. Когда кто-то нас смиряет, в этом нет для нас никакой пользы, и мы от этого ничего не получаем, кроме унижения и посрамления. Но когда мы сами смиряем свое сердце перед волей Божьей, тогда мы получаем Божью благодать. Еще раз говорю, Бог силен смирить сердца ходящих гордо, но когда Он будет смирять сердца ходящих гордо, Он будет смирять это к их посрамлению. Но когда сам человек смиряет себя перед волей Божией, Бог дает ему благодать, воцаряет его и облекает его в свою славу. Поэтому это смирение должно быть присуще смирению Сына Божьего, добровольной отдачи самого себя, который ради сохранения единения со своим Небесным Отцом добровольно отказался от всего, что имел, включая свою жизнь. Именно только такой род смирения, который может отречься от всего, включая свою жизнь, может взволновать сердце Бога и обратить на нас Его желание, Его благоволение. Слыши через «смотри и преклони ухо Твое», и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и вожелает Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и ты поклонись Ему. В оригинале написано «Ибо Он супруг Твой», и ты поклонись Ему. То есть вот когда может начинаться поклонение. Поэтому если человек в силу своего невежества или своей гордыни откажется слушать, что говорит Бог, и смотреть на то, что делает Бог, то он не сможет преклонить своего уха к Богу, в силу чего не сможет услышать стук Святого Духа в двери своего сердца. А следовательно, не сможет забыть свой народ и свой дом, в силу чего не сможет обратить на себя благоволение Бога, не сможет облечься благодатью Божию, не сможет находиться под покровом благодати, и как следствие не сможет поклоняться Богу в Духе и Истине. Напомню, забыть свой народ и свой дом – это изменить свое отношение к своему народу и к своему дому. И если раньше наш народ и наш дом притязал на ответственность над нами, то теперь мы призваны нести ответственность за наш народ и наш дом. Это точно так же, как говорится, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене, и будут двое, одна плоть. До женитьбы, до замужества их дом нес ответственность над ними, и они были зависимы от своего дома. Но когда они выходят замуж или же женятся, то положение резко меняется. Теперь они ответственны за свой дом, за своих родителей. Это не значит, что они разрывают отношения, это значит, что они не зависят от них, а родители теперь зависят от них. Во-первых, только такая перемена позволит нам быть светом для своего народа и для своего дома. И во-вторых, только такая перемена позволит нам слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать этот голос от голосов иных, от голоса своего интеллекта, от голоса интеллекта других людей и от голоса бесов, которые попытаются путем всевозможных мыслей проникнуть в наш дух через окно, через дверь они не могут. Дверь только для Господа, потому что это сердце. Поэтому сатана пытается попасть в сердце через окна, через физический мир, через какое-то слышание, через какое-то видение, но Святой Дух может проникать сразу напрямую в дверь, он стучится в двери, прямо в сердце человека. Учитывая же, что категория Ревеки услышала такой голос и открыла свое сердце для пребывания в нем Святого Духа, у них, подобно Ревеки, появилась возможность принять от Святого Духа вещи серебряные, вещи золотые и одежды. И, как мы ранее отметили, под этими тремя определениями подразумевается три определенных формата обетования, которые содержатся в трех форматах определенных истин. И если эти истины нам известны или неизвестны, или известны только в лозунгах или отчасти, то у нас не будет никакой возможности сработать с ними, чтобы они стали достоянием нашего сердца. Потому что невозможно сработать с тем, что мы знаем отчасти или вообще не знаем, или знаем только в лозунгах. Потому что в силу нашей суверенности, а также в силу суверенности Бога, принцип реализации всякого обетования всегда связан с совместной работой Бога и человека, в которой строго обозначены роли Бога и человека. И человек строго должен выполнять свою роль. Обычно в реализации обетований невежественные люди, душевные люди всегда исполняют роль Бога. Они не выполняют своей роли. Они всегда берут роль Бога и начинают, и пытаются как-то помогать Богу в этом. Точно так же, как невежественные женихи и невесты, которые выходят замуж и которые совершенно не подразумевают своей роли. Я часто спрашивал жениха, что он запомнил из всего, что он услышал. Он говорил, что жена да боится своего мужа. Я говорю, но это не для тебя, это для жены, эта жена должна была запомнить. У жены спрашиваю, что ты запомнила? Мужья любить из своих жен. Я говорю, но это для мужа, не для тебя. Обратите внимание, они не хотят свое. Почему? Потому что свое – это условие, это цена. Это нужно что-то делать. А здесь ничего не надо делать. Она запомнила, что он должен ее любить. Он запомнил, что она должна его бояться. Но для того, чтобы она тебя боялась, и слово «бояться» – это не тот страх, а это трепет. нарушить покой своего любимого из-за незнания правил. Она должна изучить жениха, а он должен изучить невесту, чтобы они не нарушали суверенных границ друг с другом, потому что даже когда они сливаются вместе, они остаются суверенными, и у них есть суверенное пространство, в которое не может вторгаться муж к жене, а жена к мужу без доброго на то согласия. Поэтому ничто не может им даваться по требованию друг от друга, а только по добровольному согласию. Но речь идет о взаимоотношениях Бога со своим народом. Далее мы обратили внимание на то, что мы должны узнать, что такое серебряные вещи, что такое золотые вещи, что такое одежда, которые нам были даны. В начале нашего исследования мы сделали ударение на том, что в Писании как серебро, так и золото символизирует как различные аспекты совершенного Богом искупления, так и различные аспекты созидания человека в меру полного возраста Христова посредством все той же истины, обуславливающей цель и характер искупления. Далее мы с вами встретились с тем фактором, что на иврите под вещами серебряными и вещами золотыми имеются в виду не просто какие-то неопределенные изделия, но под этими словами, или же под словом «вещи» в оригинале, на иврите имеются в виду такие истины, которые призваны выстроить наши отношения с Богом как своим женихом. И когда я исследовал, и вместе мы исследовали, что означает на иврите вещи, которые она получила, серебряные и золотые тлизер, и елизера, оказалось, что эти вещи обозначают сосуд, изделия, какие-то сосуды, какие-то изделия, принадлежности для устроения святилища, прибор-писа или измерительный прибор, музыкальный инструмент, воинское оружие и орудия земледельца. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут трансформироваться и рассматриваться в действии глаголов, в силу чего значения исследуемого предмета или свойства могут дополняться, то слово «вещи» на иврите в состоянии глагола означает благотворить, облагодетельствовать, делать милым, нежным или очаровательным, жалеть, миловать, щадить, быть помилованным, получать благодать или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным или освященным, то есть эти вещи должны нас отделить от всего, что не связано с Богом, освятить, возводить на престол. Эти вещи должны помочь нам зайти на престол и передать нам власть на наследие, передать право на владычество над своим призванием, над своей надеждой. Исходя из имеющегося смысла, образно, эти вещи в трех форматах истин, содержащие в себе сокровища надежды, данные были Еле и Зера, Ревеки для того, чтобы она посредством этих вещей, как прообраз невесты Агнца, во-первых, могла обладать конкретными доказательствами надежды на Бога, благодаря которым она могла бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранить слово терпения Божие на пути к Исаку, чтобы не возвратиться назад, чтобы не махнуть рукой, чтобы не испугаться каких-то препятствий. Во-вторых, чтобы посредством надежды в предмете этих вещей она могла оставить свой народ и свой дом, то есть осветиться. Оставить свой народ и свой дом, отделиться, это значит осветиться, освящение – это отделение. В-третьих, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей она могла входить в присутствие Бога как правовой ходатай и священной действовать, представляя его интересы в человеках. То есть эти вещи будут доказательством и правом на вхождение в присутствие Бога. В-четвертых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей она могла бы являть владычество над своим призванием. Далее мы отметили, что отличие золотых вещей от вещей серебряных в учении об искуплении состоит в том, что серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, примеряет нас с Богом и дает нам возможность облекаться в правду, то есть быть оправданными. В то время как золото в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, дает нам возможность творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения. Откровение 22, 10, 12. Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще спирнится, праведный дотворит правду еще, и святый, да, освящается еще. Сегриду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Здесь речь идет уже о золоте, а не о серебре. То есть не о серебряных вещах, а о золотых. Исследуя природу и назначение золотых вещей в творчестве правды и освящения, мы уже рассмотрели самих себя в образе золотых изделий, в предмете золотых сосудов. И если употребление серебряным сосудом указывали, или же уподобление, когда мы уподобливаемся серебряным сосудом, то они указывают, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. То уподобление золотым сосудом даровали нам власть над тем, что сделал для нас Бог в нашем предотвращении. То есть Он дал нам власть в сфере господства над своим призванием, когда мы уподобились золотым сосудом, дал власть в сфере священодействия, дал власть в сфере вынесения приговора суда и дал власть в сфере приведения этого приговора в исполнение. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду только образ церкви, которая на земле, но не на небе. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Они туда не попадут, их там нет. Потому что находиться на небесах, которые являются Домом Божьим и в то же самое время не принимать того, что исходит от Духа Божьего, да еще и почитать это безумием невозможно. А ведь именно на земле, в Церкви Божьей, существуют, в основном преобладают во всем мире душевные люди, количество душевных людей, их больше. 1 Коринфянам 2,14 Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. А он судит о всем недуховно, он судит своей головой, своим умом. Поэтому из этой характеристики, которая обуславливает категорию людей душевных, следует, что то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, Он никогда не потерпит на небесах. Далее мы отметили, что как священники Богу мы призваны пить как из серебряных сосудов, так и из золотых. Но вот как цари Богу мы призваны пить только из сосудов золотых, потому что истинное искупление в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания. В то время как истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. Третья царь, 10, 21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломоновы считалось ни за что». Интересно. Мы уже отмечали, считать серебро ни за что означает потерять свою душу, потому что оправдание, которое мы получаем в качестве серебра, мы получаем, когда мы находимся в состоянии младенчества, то есть в душевности. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при этом оставаться в состоянии душевности, в котором абсолютно несвойственно и невозможно творить правду в деяниях правомочного и справедливого суда и освящаться в делах поступков святости. Это означает погубить свою душу с нечестивыми, оставаться в душевности и надеяться на оправдание. В то время как возненавидеть душу свою в мире всем означает сохранить ее в жизнь вечную. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который не пустил в оборот доверенное ему Богом серебро искупления и закопал его в землю. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость. Если мы не творим святых поступков в делах освящения, надеясь, что мы святые, то это ошибка. Написано, без поступков святости никто не увидит Господа. Мы отмечали, что святой – это человек, оправданный Богом посредством истинной искупления. А вот святость – это уже поступок правды и плод святости, который является предназначением всякого человека, принявшего искупление Божие, или призванием всякого человека. Святость – это гарантия на наследие вечной жизни в предмете Царства Небесного. Римлянам 6, 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть вечная жизнь дается людям, которые творят поступки святости в делах освящения, а не те, которые все время кричат, что они святые, что они праведники. Если вы праведники, то, пожалуйста, творите правду. Если святые, то покажите поступки святости в делах освящения, когда вы встречаетесь с нечистыми людьми, о которых вы говорите, что вы должны их любить. И любите их, и пойдете вместе с ними туда, куда пойдут они. То есть ведь обычно душевные люди любят всех, а иногда даже дьявола, потому что Бог есть любовь. Как один из бывших знакомых моих пятидесятнических пасторов говорил мне, ты знаешь, если Бог не спасет дьявола, то Он не Бог любовь, и Он не всемогущий. Он говорит, я верю, что Бог в свое время спасет дьявола. Он уничтожит ад, смерть, этого не будет и ничего. И все бывшие демоны снова станут ангелами, и все грешники снова войдут в спасение. Я говорю, слушай, а зачем тогда мы делаем такие трудности, делаем такой подвиг? Давай будем грешить все равно, рано или поздно, Бог есть любовь, и Он нас спасет. Он говорит, ну, в общем-то, можно и так. Я говорю, а ты скажи это с кафедры. Он говорит, о нет, это для мудрых. Это только для мудрых, потому что это не младенцам. То есть вот такие есть страшные вещи, которые находятся в головах пастухов, нечистых, нечистоплотных, которые посягают на право управлять народом Божиим. Следующая составляющая образ обусловленными золотыми вещами – это золотые принадлежности для устроения скинии. И первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора скинии от вещей внутреннего двора заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скинии, само по себе никогда не являлось целью, а только лишь приготавливало человека к подлинной цели, которая являлась или выражалась в том, чтобы войти в освятилище в непосредственное присутствие Бога. И несмотря на то, что Бог, как мы с вами отмечали в Писании, живет на небесах и во святилище, то есть в своем теле, в своей церкви, найти его можно только в святилище, которое мы можем устроить в нашем сердце. Мы можем прийти сюда и можем чувствовать этот огонь, но если у нас там нет огня, нет нам в том никакой пользы. Мы можем найти Бога только в своем сердце. Да, здесь мы можем встретиться с Ним в лице других людей, в которых Он живет, в союзе этих людей, но нам важно встретиться с Ним в своем сердце. 1 Петра 2,5 говорится, «Устрояйте из себя дом духовный священства святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Только посредством служения Богу в святилище своего собственного сердца через наличие вот этих священных предметов, находящихся во святилище, Бог может даровать нам право и власть являть себя царями и священниками Богу, поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, получать возможность призывать Бога, получать возможность общаться с Богом и получать возможность познавать Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, которым были обложены столбы внутреннего двора Скинии и обратились к значению золота в таких конкретных священных изделиях, которые обуславливали святилище, и для которых, собственно, и созидалось святилище. Это золотой светильник, золотой стол для хлебопредложения Богу, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. Эти пять священных золотых изделий призваны были определять свойства и роль нашего Духа в наших отношениях с Богом и с самими Собою, потому что только при наличии этих пяти золотых изделий в нашем Духе могут положительно проявлять себя наша совесть, наше поклонение и наша интуиция. Именно эти три свойства в своей совокупности определяют в нашем естестве субстанцию нашего Духа, которое обуславливает наше вечное и неистребимое бытие с Богом и в Боге. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели назначения и свойства, которые призваны осуществлять золотой чеканный светильник во святилище нашего Духа. И прежде чем мы перейдем к исследованию следующего изделия в предмете золотого стола хлебопредложений, я в кратких формулировках напомню суть золотого светильника. Золотой светильник представляет Дух человека, который оставил младенчество, в силу чего стал способен испытывать глубины своего сердца. Светильник Господень – Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притча 20.27. Практически золотой светильник – это такая субстанция нашего Духа, которая выражается в нашей доброй совести. Это наша добрая совесть, которая стала доброй благодаря очищению ее от мертвых дел посредством кропления крови Христовой, в силу чего мы стали способными в своей совести служить Богу живому и истинному. Евреям 9.13.14. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Исходя из данной концепции, наше тело может быть очищено не иначе, как только посредством нашей очищенной совести. Учитывая же, что возрожденный Дух человека душевного находится в состоянии младенчества, то его совесть не может быть очищена от мертвых дел, в силу чего его совесть не может и выполнять роль светильника Господня. Потому что душевный человек управляется не умом Христовым, а своим интеллектом и своими чувствами. Я чувствую Господь здесь, которые в своей совокупности не имеют никакого отношения к его возрожденному еще не окрепшему Духу. Потому что только совесть, которая очищена от мертвых дел, может быть сформулирована в светильник Господень, и таким образом становиться причастником ума Христова. А посему совесть человека духовного радикально отличается от совести человека душевного. Сила доброй совести человека духовного является таковой, потому что зиждется на познании Бога своим духом. В то время как немощь совести человека душевного, неочищенная от мертвых дел, является таковой, то есть немощной, потому что зиждется на познании Бога своим интеллектом. Исходя же из того фактора, что Бог есть Дух, становится ясным, что познать Бога способностями своего интеллекта, относящегося к душе, абсолютно невозможно, да еще и преступно. Потому что возрастать в мужа совершенного в меру полного возраста Христова призван наш Дух, а не наша душа. А посему душевные люди обладают немощной совестью, которая судит их на основе усвоенных ими знаний о Боге и Его характере с силою их душевных возможностей. В силу чего их совесть на основе полученных ими знаний, с силою их интеллекта, будет осуждать их за то, за что Бог на самом деле не осуждает. И наоборот, их немощная совесть будет осуждать их за то, не будет осуждать их за то, за что Бог осуждает. А посему, как мы с вами говорили и ранее, душа может развиваться сколько угодно и как угодно, но до тех пор, пока она не будет потеряна путем посева и как зерно пшеницы не принесет плода святости, формирование нашего духа в светильник Господен будет невозможным. Золотой светильник во святилище занимает исключительное место среди всех золотых изделий, потому что это единственный свет во святилище, благодаря которого могут исполнять свои функции и свое назначение все другие изделия. И если наш золотой светильник в предмете нашей совести по каким-либо причинам погаснет, то все остальные изделия немедленно прекратят свои функции, так как вся их деятельность поставлена в прямую зависимость от света, исходящего от чеканного золотого светильника. 1 Тимофея 1, 18-19. «Приподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Если светильник гаснет, то есть совесть омрачается, оскверняется, мы терпим кораблекрушение в вере. Итак, какую роль и какое назначение призван представлять в нашем возрожденном духе золотой стол хлебопредложений? И прежде чем мы начнем исследовать устроение самих себя в золотой стол хлебопредложений, я хотел бы дать определение его роли или же его назначению в нашей душе. Золотой стол располагался на северной стороне святилища, в то время как золотой чеканный светильник располагался на южной стороне святилища, напротив золотого стола. И если южная сторона святилища в предмете чеканного золотого светильника символизировала силу ума Христова, благодаря чего наша совесть могла светить, освящать, то северная сторона святилища в предмете золотого стола для хлебопредложения Богу символизировала силу воли Божией, которую представлял Сын Божий. Золотой стол для хлебопредложения Богу – это уникальное место, устроенное в нашем сердце, которое мы должны устроить для принятия и сохранения благовествуемого слова, которое мы будем принимать, несмотря на то, что не сможем оселить его своим интеллектом. И таким словом, которое мы действительно не способны оселить своим интеллектом, является слово о кресте Христовом. И причина, по которой мы до определенного Богом времени не можем понимать слово о кресте Христовом, заключается в том, что слово о кресте – это 12 пресных хлебов, положенные на золотом столе Богу, а не нам. Это для Бога, а не для нас. Есть истины, которые мы принимаем, но которые не понимаем, по той причине, что они должны лежать пред Богом, и Бог должен их вкушать. Это доказательство нашей верности Богу. Это Ему, а не нам. В свое время истина о пресном хлебе, выраженная в силе, креста Христова, послужила соблазном почти для всех учеников Иисуса Христа, в отличие от 12 учеников, которые принимали слово учителя, хотя и не могли осилить его своим интеллектом. И такое размежевание посредством проповеди о кресте, по словам апостола Павла, будет происходить до скончания века, чтобы отделять малое стадо избранных от многочисленного множества званных. Ибо слово о кресте, говорит апостол Павел 1 Коринфянам 1, 18-25, для погибающих юродства есть безумие, а для нас спасаемых – сила Божия. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вот все то, что человек делает умом, Бог погубит. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, который говорит, а у меня тоже есть Библия, у меня тоже есть моя голова. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Не обратил ли Бог головы этих людей, которые думают, что они умные, в безумных? «Ибо когда мир своей мудростью, своим интеллектом не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно Богу, именно юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». И смотрите, это слово для иудеев с областью, а для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа Божью силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков. Итак, предложение пресных хлебов Богу на золотом столе, который мы до назначенного Богом времени не можем постигнуть своим интеллектом, то есть потому что они там лежали целую неделю, и только в конце недели священники могли их снимать и наконец-то есть, когда они могли их понимать. Но только священники, душевные люди не могли прикасаться. И не все люди из колена левиены могли это есть, а только из рода Ааронова, из племени, из рода Ааронова. Это не значит, что все левиты могут есть этот хлеб. Это очень важно. Поэтому предложение пресных хлебов Богу на золотом столе, который мы до назначенного времени не можем постигнуть своим умом – это великая святыня Господня, которая принадлежит в первую очередь Богу, что связывает ее с приношением Богу в нашем духе десятин Господних, которые не принадлежат нам, но принадлежат Богу. Мы не можем их есть. Всю, у чего способность принимать благовествуемое слово о силе Креста Христова, которое мы не способны осилить своим интеллектом, является как определением потери нашей души в смерти Господа Иисуса, так и определением того, что наша душа поставлена в зависимость от нашего духа. И если семь ветвей золотого светильника символизировали полноту Божию, семь – это полнота, то двенадцать пресных хлебов в совокупности с чистым ливаном символизировали порядок Бога в его праведности, действующей в его судопроизводстве. Левитам 2, 4, 5, 9 «И возьми пшеничные муки и испеки из них двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы, и положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе перед Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу». Кому в память? Для кого это? Для Господа? В память, в жертву Господа. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать только Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. Посмотрите, только в одном стихе дважды употребляется это постановление вечное. И также в других местах. Ливан. Чистый Ливан, который ложился вместе с плесными хлебами. Ливан практически – это самая высокая горная вершина в Сирии, покрытая снегом, на которой растут великолепные кедры и особый род тополя под названием «Ливни», из которого вырабатывался благоухающий ладан или Ливан. Ливан помимо свежего благоухания означает «белая гора». А посему Ливан символизирует белизну и свежесть благоухающей чистоты, выраженной в праведности Бога. Псалом 91, 13, 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру, на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем». Исходя из этого и других мест Писания, присутствие Ливана, как составляющей пресных хлебов, на золотом столе указывает на тот фактор, что только благодаря принятию слова о кресте человек может как обладать праведностью Бога, так и творить правду в поступках правомочного правосудия. А теперь давайте обратимся к чертежам, по которым должен был изготовляться золотой стол для хлебопредложений Богу. Ведь если мы не устроим из самих себя золотой стол для хлебопредложений Богу, то у нас не будет никакой возможности уподобиться пресному хлебу в сочетании с Ливаном, чтобы представить самих себя Богу в смерти Господа Иисуса. То, что хлебы полагались, а куда их полагать, если нет золотого стола? Потому что золотой стол практически это некий аналог медного жертвенника, на котором так же, как и на золотом столе, представлялась пища Богу, но только с той разницей, что на огне медного жертвенника мы умирали для греха и очищались от всякой скверной плоти и духа, в то время как на золотом столе в предмете пресного хлеба мы представляем уже себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. В этом разница. Исход 25, 23, 30. «И сделай стол из дерева сетим длиною в два локтя, шириною в локоть». То есть четвероугольник. Точно таким, какой была скинья, только в уменьшенном размере. «И обложи его чистым золотом, и сделай вокруг него золотой венец, и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай на четырех концах золотые кольца, четыре золотых кольца, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола, а шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюдок, отдельницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы предложение пред лицем моим постоянно». То, что золотой стол был сделан из дерева сетим, которое росло только в пустыне, в Синайской пустыне, место встречи с Господом и место общения с Богом, именно там, указывает, что его присутствие в духе человека стало возможным только после того, когда человек отверг власть своей души в предмете Египта, власть души над своим духом, что на практике означает оставил младенчество, пользу чего мог стать мужем совершенным. До тех пор, пока мы не оставим младенчество, мы не сможем устроять из самих себя дом духовный и священство святое, в котором мог бы пребывать Бог и в котором мы могли бы приносить Ему духовные жертвы, в предмете плода нашего духа, и как результат, не сможем быть вводимыми духом Божиим. Потому что многие думают, что если они говорят на их языках, они вводятся духом Божиим. Они вводятся либо своим духом, и апостол Павел сказал о многих людях, говорящих на иных языках, что они не имеют духа. Да, они получили дар Духа Святого, дар Духа Святого. Понимаете, есть разница получить дар Духа Святого и Святого Духа. Не надо воспринимать дар Святого Духа за Сам Святой Дух. Что мы получили способность говорить на ином языке, еще не говорит о том, что мы вводимся Святым Духом и что мы слышим Его голос. Это лишь способность нашего Духа, наконец-то, задействовать наш голосовой аппарат, нашу речь, чтобы выражать, разговаривать с Богом на том языке, который получил наш Дух. Это очень важно. Если у нас этого не будет, у нас постоянно будет возникать необходимость обращать свои взоры на внешний двор скини и вновь и вновь покрывать себя медью, чтобы оправдывать себя, или же вновь и вновь возвращать утраченное оправдание, а не золотом, чтобы творить правду в деяниях промовоченного и справедливого суда. Размеры золотого стола, как я сказал, это аналог уменьшенного размера скини, что на практике означает, что золотой стол хлебопредложений в целом представляет собой результаты служения, которые проводились на внешнем дворе скини. И если на внешнем дворе скини Бог на огне медного жертвника осуждал грех во плоти и таким образом имел дело с умиршлением греха человека в раздираемой смертной агонии плоти Сына Своего Иисуса Христа, то на внутреннем дворе скини Бог на золотом столе в предмете 12 пресных хлебов в совокупности с чистым ливаном являл тотальное и полное уничтожение греха в человеке, то есть отсутствие греха в человеке. И имел уже дело не с умиршлением греха в человеке, а с праведностью человека в победном воскресении Сына Своего Иисуса Христа над смертью. Римлянам 4,24,25 «Оправдание Авраама вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Иисус сказал, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, вы не будете иметь в себе жизни. Это не только свидетельство его смерти, это и свидетельство его жизни. Здесь эти хлебы, несмотря на то, что они говорили о том, что смерть совершила свое дело, но они были свидетельством перед Богом уже правды Божьей, жизни Божьей. Золотые стенки вокруг стола величиною в ладонь. Это символ совершенной воли Бога. Вы знаете, что в священнодействии ладонь священника играла решающую роль, так как именно на ладонь наносилась как жертвенная кровь, так и священный елей. И затем с ладони священник кропил жертвенник и вносил в освятилище, и там кропил кровью или мазал. И все это было с ладони священника. И это не все. Совершенство воли Божьей в золотых стенках величиною в ладонь являлось результатом освящения совершенного в водах Медного моря, которое тоже было толщиною в ладонь. То есть Медное море наподобие лилии, толщина его в ладонь человека. И сделал литое из меди моря от края его до края его десять локтей. Мы не будем разбирать Медное море, я хочу только обратить внимание на ладонь, которая присутствует в измерении Медного моря. Совсем кругло, вышиной в пять локтей, и Снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Оно стояло на двенадцати валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу, три глядели к востоку. Море лежало на них, из-за ды их обращены были внутрь, под него. Полщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные наподобие, или подобно краям чаши, походили на распускающейся лилию. Оно вмещало две тысячи батов. То есть, если вы увидели, то очень важно, эта ладонь в священодействии, она проявилась не только здесь, она проявилась и там. Только, конечно, большая разница этой ладони на внешнем дворе и большая разница на внутреннем дворе. Это уже совершенство. Там они омывались, а здесь они уже не омывались, здесь уже сверкало золото. Там они еще не были золотом, а здесь уже не были золотыми. Золотой венец, которым был увенчан золотой стол, указывает на царственную власть в духе человека над самим собою. Царственная власть в духе над самим собою – это способность владеть своим духом. Эта власть дает возможность быть для самого себя защищающей стеною от всякого гнева Божьего и от всяких стрел сатаны. Притча 25-28, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Во-вторых, царственная власть в духе над самим собою – это способность различать в своем духе голос Божий в посланниках Божьих от голосов, тех людей, которые называют себя посланниками Бога, но на самом деле таковыми не являются. Притча 20-26. Мудрый царь выявить нечестивых и обратить на них колесо. Роль царя – выявить нечестивых и обратить на них колесо. Вывиять нечестивых – это освободиться в своем духе от зависимости и авторитета тех людей, которых Бог не посылал. А обратить на них колесо – это освободиться от человеческих постановлений, извративших и отменивших постановления Бога. Сегодня люди уже понимают, допустим, что Бог не ставил этого человека. И тем не менее, они не могут избавиться от его власти. Они боятся. У них есть страх. Они понимают, что эта истина не является истиной, но они продолжают ее исполнять по привычке, по накатанному. У них нет сил и возможности освободиться, потому что у них нет этого золотого стола. У них нет этой стенки величиной в ладонь, и у них нет этого царственного венца вокруг этой стены. Четыре золотых кольца на четырех углах золотого стола хлебопредложений – это присутствие в нашем духе вечного завета. Круг – это всегда отображает вечный завет с Богом. Который мы заключили с Богом на основании четырех учений, четыре кольца или четырех небесных ветров, каждая из которых обладает себе тройственностью. Вы встречались с четыре ветра земли, четыре духа небесных, четыре учения, то есть выходит река из Едема, потом разделяется на четыре реки, то есть учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении и о Суде Вечном. Это и есть четыре кольца. На основании этого мы заключаем завет с Богом. И эти четыре кольца в своей совокупности на внешнем дворе Скинии отражены в двенадцати медных валах, на которых держится медное море для омытия от всякой скверной плоти. А во внутреннем дворе Скинии четыре золотых кольца символизируют исполнение этой совершенной воли. Это уже исполненная воля. В формате двенадцати драгоценных оснований Иерусалима и двенадцати жемчужных ворот Нового Иерусалима. Вы знаете, что такое двенадцати оснований? Это драгоценные основания. Это двенадцать драгоценных оснований Иерусалима. Это двенадцать жемчужных ворот. Именно жемчужное ожерелье на шее возлюбленной в песне-песнях волновало сердце жениха. Говорит, пленила ты сердце мое, сестра моя, одним ожерельем на шее твоей. То есть, потому что жемчуг, жемчужное ворота, для того, чтобы Господь мог войти в нашу дверь, которая теперь представляется жемчужной, или из одного жемчуга выполненная, мы знаем, что жемчуг – это результат жестокого, долгого страдания, где было все прощено, все забыто. Этот драгоценный перламутр, которым облекалась песчинка, инородный элемент, который внедрялся, мы скажем, что это за инородный элемент, который заставляет нас страдать в нашем духе и облекать этот инородный элемент перламутром, драгоценностью, которая потом будет волновать жениха. Этот инородный элемент – наше тело, смертное, тленное. Мы не можем от него избавиться, оно нам необходимо, оно куплено Богом, но оно не может присутствовать в небесах. Говорю вам, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Наша плоть должна измениться, но прежде чем она изменится, она постоянно доставляет нам страдания, боль. Мы часто воздыхаем пред Богом и говорим, Господи, когда же это закончится? Когда же эта плоть перестанет меня доставать? Она постоянно как какой-то укол. Нам нужно перестать гневаться на свою плоть. Нам следует ее благословить. Благословить. Простить самих себя, благословить, окутать ее Божьей благодатью. Вот этим страданием. И тогда, когда Господь постучится, мы сможем принять Его в свое сердце. Человек, который этого не понимает и не осознает, но я думаю, что многие из вас, которые слушают сегодня это слово, знают, понимают и ощущают, кем является для них их тело. Когда они смотрят в зеркало, они недовольны своим телом. Они недовольны своим лицом. Некоторые из нас осмелели и стали ходить к хирургу для того, чтобы он подтянул им это лицо, что-то исправил. Одна дама даже сказала, Иисус, ты не против, если я подремонтирую мое лицо. И она отвечает, и Дух Святой мне ответил, это твое лицо, делай с ним, что хочешь. Я думаю, что эта дама заблуждается. Это не наше лицо. Разве не знаете, что вы не свои? Вы куплены дорогою ценою. Итак, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые, судя Божьей, светите Его в телах ваших. Тело должно быть святым. Поэтому не нужно так думать. Я сейчас не говорю, что это грех. Я просто говорю о том, что это тело Христова. Если Христос сможет смотреть на меня, на такого, то давайте мы посмотрим на себя со стороны Христа. Христос любит нас такими, какие мы есть. Это Он заложил процесс старения и ветшания. Но мы в это время обновляемся в нашем духе и становимся очень прекрасными перед Богом, предангелами. Не сетуйте на старость. Благословите вашу старость. Не сетуйте на морщинки. Не сетуйте на седые волоса. Не сетуйте, когда они вас покидают. Пусть это будет все в драгоценном перламутрии. Двенадцать ворот – это Божий порядок. Двенадцать оснований. Здесь они представлены именно как в двенадцати основаниях. Все учения вместе взятые, а не какой-то отдельно. Есть чудное равновесие. Бог настолько любит свою церковь и свою невесту. Мир со всем своим шумом скоро прекратит свое существование в том виде, в котором он есть. Я не имею в виду, совсем будет уничтожен. Я имею в виду, что престолы, царства, политические системы будут настолько разрушены, настолько придут в негодность политические системы, что люди начнут панически искать того, кто может их снова собрать. Домоклов меч, атом, водород, оружие, которыми сегодня обладают сверхдержавы, приводят в ужас разумных людей. Потому что, если начнется ядерная война, ничего хорошего не будет ни для той стороны, которая начнет, ни для той стороны, которая начнет защищаться. Наша планета перестанет прекратить свое существование. Но я вам скажу одну вещь, которую не часто говорят в церквах. Не произойдет ядерная война до тех пор, пока Бог не отзовет свою невесту отсюда. Бог не будет забирать ее из этих осколков. Он заберет ее, как забрал Илью. Все было на месте, как забрал Еноха. И только после того, когда он забрал Еноха, он стал готовить Ноя, чтобы тот приготовил ковчег к спасению. И только тогда излил свой гнев. Так и здесь Иисус сказал своим ученикам на горе, когда уходил. Он сказал, что он возвратится назад. Но тем не менее, когда он стал восхищаться и облако взяло из видов, ученики долго продолжали смотреть на небо. А может, он снова появится? Как это так? Ушел? Обычно он никогда не уходил. А тут ушел, да еще в небеса ушел. Они видели, как он уходил в небеса. И тогда явились два ангела, два мужа в блистающих одеждах и сказали им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким же образом, каким вы видели Его восходящим от вас». Видите, этот образ тихий, без крушения, без войн. Поэтому тихо, тихо мы вознесемся. Мы изменимся скоро в мгновение ока. Именно поэтому мы получаем такое слово, чтобы стать золотом в его очах, чтобы, наконец-то, по-настоящему священно действовать, чтобы не только говорить и провозглашать, что мы цари и священники, но чтобы быть царями и священниками. Мы сейчас будем молиться. И все те, в сердце которых проник этот голос, эта мысль, этот стук, вы можете открыть ваше сердце. Возможно, вы будете исцелены от ваших болезней, от ваших страхов. То есть точно, те, кто откроет алтарь для вас. Мы будем молиться за вас, Дух Святой, здесь. Если Он провозгласил это слово, значит, Он приготовил для вас свою благодать. А благодать для послушных, для кающихся. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони обращены к небесам. Бог любит, когда к Нему воздевает руки без сомнения и гнева. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим смятением, с моей болью, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Восстанови меня, защити меня, покрой меня собою. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, в силе Твоего Духа. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.